Всем респект, братва! С вами Радио 120 Гигабайт, и сегодня я хочу рассказать вам о довольно ожидаемой игре, вокруг которой ходило много различных неприятных слухов. The Day Before. Для тех, кто вдруг не знает, эта игра — симулятор выживания в открытом мире, который выглядит такой смесью DayZ, The Division, The Last of Us и даже немного SnowRunner. Разрабатывается игра якутской компании Fantastic. После анонса в 2021 году The Day Before стала лидером по добавлению в список желаемого, однако спустя какое-то время после своего анонса она привлекла совсем не то внимание, которое хотелось бы привлечь разработчикам. Многие начали подозревать, что игра не что иное, как фейк, а разработка это просто распил бабла, а страницу игры даже удалили из Steam. Но тут на днях вышел новый трейлер игры, где рассказали большое количество новых подробностей, а заодно объявили о новой дате выхода игры — 7 декабря. Страницу Steam вернули и сказали, что игра выйдет в раннем доступе. Довольно типично для выживалок, к сожалению. Давайте же в этом видео попробуем разобраться, стоит ли вообще ждать эту игру. Я расскажу все известные на данный момент факты об игре, почему в ней сомневаются, какие игры до этого делали разработчики и кто они вообще такие, ну и какие подробности они рассказали в последнем трейлере. Короче, будет интересно. Ну а перед этим традиционно я призываю всех поставить лайк, если вам понравится контент, подписываться на канал, если вы тут впервые, а также летать нам в телегу и на твич, чтобы общаться в онлайне. Всем прожавшим жесткие респекты, а мы начинаем. Погнали! Итак, анонс игры, как я уже говорил, состоялся в январе 2021 года, сразу с геймплейной демонстрацией. Когда я увидел этот геймплейный трейлер, то был просто в восторге, и игра была очень похожа на игру мечты. Выживание в постапокалиптичном Нью-Йорке, ну или в городе очень похожем на Нью-Йорк. Атмосферный трейлер поражал детализацией локаций и графикой. Два персонажа, которые сразу подразумевали кооперативную игру, разделялись в игре и обыскивали локации в поисках лута. Потом они нарывались на других игроков, что подразумевало ПВП, перестрелка напоминала чем-то Last of Us. Сама идея игры была похожа на казуаленный Days, а визуал был похож на The Division. После к перестрелке игроков присоединялись орды зомби. При этом было продемонстрировано, что можно лазить не только в самом городе, но и в зданиях. Короче, выглядело это всё как-то слишком хорошо, слишком постановочно, слишком дорого. Трейлер игры набрал более 2 миллионов просмотров на IGN и 50 тысяч лайков. Спустя 4 месяца вышел второй трейлер, который тоже был очень вкусным и длился целых 13 минут. Там нам показали ещё и элементы SnowRunner, очень детализированную физику машин и грязи, что, в добавление к предыдущему трейлеру, делало игру ещё более привлекательной. И вот тут уже многие начали задумываться, а не может ли это быть просто рекламным видео, как в своё время делали Ubisoft, известные своими даунгрейдами. Всё-таки компания, которая разрабатывала The Day Before, особо не была известна какими-то крупными проектами до этого. А тут всё выглядело прям как триплэй выживание, коих в целом-то по пальцам можно посчитать. Тут тебе и физика машин и грязи, и детализация локаций, и, судя по всему, огромная карта, и графони, и ПВП, и ПВЕ. Много вы лично знаете выживалок, где столько всего, и при этом это всё хорошо работает. Вот и я не очень много, поэтому люди потихоньку начали сомневаться, вычисля был и я. Для начала я сразу пошёл смотреть предыдущие проекты студии Фантастик, и оказалось, что самая популярная игра, которую они разработали, это игра PropNight. Многопользовательские прятки с простеньким геймплеем и средненькими отзывами в стиме. Кроме них, они сделали игру The Wild Eight, изометрическую выживалку, которая тоже получила не самые лучшие отзывы игроков. Я находил ещё какие-то проекты, которые при этом всё ещё были в раннем доступе на момент разработки The Day Before. В данный момент большинство этих проектов просто удалили из стим. Всё это лишь подстегнуло мои сомнения, и, как выяснилось, я был такой не один. На ютубе начали появляться ролики, в которых различные игровые блогеры тоже сомневались в игре. Многие заметили рьюз-локации из других игр. Торговый центр очень напоминал подобные из Marvel's Spider-Man Miles Morales. Заправка как будто бы переехала из Life is Strange 2, а улицу Нью-Йорка очень уж напоминали The Division. На каналах Force Gaming и BigFry TV высказали мнение, что The Day Before используется просто как реклама самой студии и их приложения Continent. Многие начали думать, что игру ждёт типичная судьба многих проектов в жанре выживания. Плохая оптимизация, даунгрейды и так далее. Эту теорию подкрепил следующий трейлер, где игра выглядела уже далеко не так привлекательно. Виден был уже тот самый даунгрейд графики, а люди в комментариях были недовольны скучным геймплеем, который был продемонстрирован в трейлере. Единственное, что понравилось всем, это, конечно, пятая точка игрового персонажа. Однако всё остальное сильно отличалось по качеству от того, что мы видели ранее. Первая перестрелка в трейлере показана лишь спустя 6 минут геймплея, и выглядела она максимально нединамично. Горд потерял детализацию, освещение тоже подверглось даунгрейду. А кто-то обратил внимание на то, что эффект выстрела это не что иное, как простенькая JPEG-картинка. И всё это подкрепляло сообщение о том, что Фантастик ищут волонтёров для разработки The Day Before. То есть людей, которые согласны работать за бесплатно, ну типа за опыт. Всё это было совсем не похоже на проект ААА уровня. Чувствуете, как ситуация вокруг игры становится всё хуже и хуже. Но это ещё не всё. Через какое-то время страница The Day Before была удлина из Steam. Сначала разработчики оправдывали это какими-то техническими проблемами с самого Steam и говорили, что решат их в ближайшее время. Однако позже сами же разработчики выступили с заявлением, что на самом деле проблема связана с авторскими правами на название, которое было доступно на момент анонса, но после него некая персона зарегистрировала этот товарный знак на себя. А они об этом узнали только в 2023 году. Ответственный подход к делу, ничего не скажешь. В этом же заявлении они сказали, что собираются решать этот вопрос, но игру, к сожалению, придётся перенести с марта на ноябрь. Также откладывается дата демонстрации нового гейплейного трейлера, который они же вот-вот готовы были показать, но какая-нибудь задача, придётся с этим подождать. Ой, как удобно. И после всего этого The 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 Before на какое-то время пропала из инфополя. Вернулись они в июне 2023 года с новым трейлером, который был максимально невнятным. В нём крутая спортивная машина едет по постапокалиптичному городу, модно оттормаживается, а потом мы увидим надпись «Приготовьтесь к лучшему опыту выживания в этом году». ЧЕГО, БЛЯТЬ? Короче, снова разработчики лишь добавили сомнений по поводу игры, и было совсем непонятно, чего же нам ждать в ноябре. Ну вот, ноябрь наступил, была заявлена дата очередной геймплейной демонстрации, новый геймплейный трейлер прям перед релизом должны были показать 1 ноября. Перед показом трейлера уже ходили слухи об очередном переносе игры, а страница в Steam на 31 октября всё ещё отсутствовала. И вот 1 ноября нам действительно показали новый геймплей игры. Вместе с этим вернулась страница игры в Steam, и мы действительно узнали, что игру переносит, хоть и не очень критично, чуть меньше, чем на месяц. Новая дата релиза, 7 декабря 2023 года. Давайте же теперь с вами разберём, что нам показали в новом трейлере, чем это всё отличается от того, что мы видели на анонсе, и что может представлять эта игра из себя на релизе. Для начала хочу сразу выделить то, что подаётся трейлер как-то максимально по-пионерски, с рекламным голосом и текстом по шаблону. Очень скучно. The Day Before — это уникальное переосмысленное путешествие в постапокалиптический мир в жанре ММО, с элементами выживания, разработанная Фантастик и издаваемая Майтона. Мне кажется, в 2023 году подход трейлеру должен быть не такой, как будто ты рекламируешь очередную фри-то-плей парашу. Да в наше время даже фри-то-плей игры рекламируют более изящным способом. Но да ладно, давайте посмотрим, что там по геймплею и остальному. В самом начале мы узнаём, что действие будет происходить в вымышленном городе, который называется New Fortune City. Так что это всё-таки не Нью-Йорк, что в принципе не так важно. Игра начинается с того, что нас спасают выжившие колонии Вудбори, которая будет являться для нас неким хабом. Был продемонстрирован также довольно простенький редактор персонажа. Не могу сказать, что он прям как-то плох, но и особо ничем не выделяется. Никаких детальных элементов кастомизации нам не дали. Стандартный выбор лиц, причесок, шрамов и мейкапа. Заинтересовал в редакторе разве что пункт персоналити, то есть личность или характер. Жаль, про него совсем ничего не рассказали. Геймплей строится вокруг колонии. Туда нам надо будет приносить различные ресурсы и припасы, которые мы собираем в городе. Продавая ресурсы, мы будем получать местную валюту Вудкоин. На эту валюту мы сможем покупать различную экипировку, патроны, рюкзаки, еду и так далее. А также можно будет покупать машины, чтобы быстрее передвигаться по городу. Ну и выпендриваться перед другими игроками. Для чего же нам нужно все это добро? Конечно же для того, чтобы снова выходить и собирать припасы для колонии. Немного скучноватый замкнутый круг получается, как по мне. Но об этом я поговорю чуть позже. Конечно же обещают жаркие ПВЕ и ПВП. Сражения в городе с зомбями и другими игроками. Однако лично у меня тут есть вопросы. К ПВЕ такой вопрос, будут ли там какие-то мощные, какие-то крутые боссы, охраняющие топовый лут. Или мы будем просто отстреливать толпы однотипных зомби. А к ПВП вопрос скорее философский. Если мы все стараемся для одной колонии в Вудборе, то почему мы играем друг против друга? Тупо конкуренция за ресы, а самой колонии чё пофиг, что люди, которые там же проживают, друг с другом соревнуются, конкурируют и воюют. Какая-то логическая несостыковочка получается. На всё это в трейлере, к сожалению, ответов нету. Если у вас есть какие-то идеи, напишите их, пожалуйста, в комментариях. Зато в трейлере нам пообещали реалистичную стрельбу и кастомизацию оружия. Так-то по трейлеру тяжело что-то сказать, стрельба там не выглядит какой-то интересной, но тут же надо играть самому. Так что, как говорится, поживём, увидим, будет ли стрельба реализована действительно хорошо и как обвесы будут на неё влиять. В Вудборе нам также будут доступны такие блага современной цивилизации, как спа и тренажёрный зал. Согласитесь, неплохо для постапокалипсиса. Непонятно, однако, на что это всё будет влиять. Есть ли у нашего персонажа какие-либо физические характеристики, которые надо прокачивать, например, в спортзале? Или, может быть, ему нужен отдых для полного восстановления стамины? Если всё это действительно так, тогда задумка интересная. Если это просто одна из бесполезных активностей, тогда я не знаю, зачем это надо. Ну и самое главное, ребята, внимание! В игре у нас будет возможность обустраивать собственную дачу. Да уж, вот это хорошее отдушина для тех, кто не смог в реальной жизни себе дачу отгрохать. На самом деле, я положительно отношусь к подобной задумке, ибо это просто кастомизация собственного жилья, где можно хранить ресы. Ну, почему бы и нет? Главное, чтобы это всё было бонусом, а не целью игры. Вот, собственно, и всё, что продемонстрировал нам финальный трейлер. Что же можно сказать по поводу игры после вот этой геймплейной демонстрации? Ну, во-первых, явно виден даунгрейд графики. Она не такая плохая, но значительно проще, чем то, что нам было показано в трейлерах два года назад. Как по мне, это было ожидаемо, особенно после всех тех слухов, что были вокруг разработки игры. Во-вторых, из игры совсем пропали элементы Сноураннера. Может быть, их просто не показали в финальном трейлере, но раньше на них прям делали упор, а теперь этого просто нету. Вместо джипов у нас какие-то сратенькие спортивные тачки. Больше подходящие для понтов, чем для поездок по постапокалитичному миру. Видимо, этот контент либо никогда не существовал в игре, либо был вырезан в процессе разработки. Третье. Теперь геймплей и основная цель игры нам видна намного яснее. И, к сожалению, это всё мне напомнило Escape from Tarkov. То есть мы выходим в город, чтобы лутаться, ради того, чтобы выходить в город, чтобы лутаться. Да, тут есть определённые апгрейды системы. Вроде кастомизированного жилья и элементов выживания, которые явно разбавят приедшуюся формулу. Если честно, я вот даже не знаю, как к всему этому относиться. С одной стороны, игра всё же существует. Она вроде как реально собирается выйти. И даже какие-то элементы, показанные в изначальных трейлерах, тут присутствуют. С другой стороны, покажи нам изначально вот этот трейлер, который вышел на днях. Такого бы хайпа игра точно не собрала. Я уверен, у игры были проблемы во время производства. Я уверен, что первые трейлеры были скорее концептом. Рекламной демонстрацией идей. Вряд ли это был прям игровой прототип, к сожалению. Однако, я не могу сказать, что игра совсем меня не интересует. Если вокруг всего того, что рассказали разработчики, она сможет создавать интересные игровые ситуации, то в неё точно можно будет поиграть с друзьями. Всё это зависит от многих факторов. Баланса, стрельбы, карты мира, сочетания элементов геймплея. И выясним мы всё это до конца только после релиза. Верю ли я в разрабов? Если честно, не очень. Я человек скептичный, особенно если это относится к проектам со спорной репутацией. Но всё же я допускаю, что игра может получиться интересной, учитывая партнёрство разработчиков с Nvidia. И что они всё же показывают нам даже даунгрейнутую игру до её релиза. То есть пытаются остаться честными с игроками. То, что её переносили несколько раз, тоже указывает на то, что они всё-таки пытаются что-то сделать. Не хотят просто отрыгнуть свой продукт на рынок и забыть, как это было с предыдущими. Хотя, учитывая ситуацию, задача-то будет не из лёгких. Я в очередной раз призываю всех к холодному разуму. Не ждите многого. И если вдруг выйдет отличная игра, мы все только порадуемся. Ну а если нет, то это будет вполне ожидаемо. На этом всё. Это всё, что я нарыл по поводу этой игры. Если вдруг я что-то упустил, не забывайте комментарии писать. Да, буду очень сильно вам благодарен, так же как и другие ребята, которые смотрят это видео. Ну и, конечно же, не забываем лайкать, если вам понравилось. Подписываться, если тут первый раз, залетать к нам в телегу и на Твич-канал. Отдельное спасибо тем, кто досмотрел до конца. Жёстких всем респектр. Йоу! Субтитры делал DimaTorzok